Перед вами одна из наиболее леденящих кровь сцен, снятых на камеру. Реальная съемка серийного убийцы, вышедшего на охоту. Набор для убийства ждал своего часа, чтобы отнять еще одну жизнь, но случилось так, что его владелец уже находился под наблюдением полиции. Кровавый след тянулся за ним от солнечного курорта Великобритании до живописного города на юге Италии. Преступный гений оставлял явные подсказки возле своих жертв, чтобы посмеяться над криминалистами, заводя их в тупик. Странный фетиш подстрекал мужчину совершать немыслимые по своей жестокости вещи, но он же в конечном счете привел к его сокрушительному падению. 12 сентября 1993 года семья Клэпс готовилась к приятному воскресному отдыху в небольшом коттедже вдали от их родного шумного города Потенцо в Италии. В это воскресенье вместе с родителями Антонио и Филоменой находился их 20-летний сын Лучиано. Все трое готовились к приезду старшего сына 24-летнего Джилда и младшей дочери 16-летней Элизы. Они должны были приехать после полудня с одной из подруг Элизы Элианой де Силис. Элиза с Элианой договорились посетить службу в церкви в центре города. После этого девушки планировали вернуться домой к Элизе, а затем присоединиться к остальным членам семьи за обедом в коттедже. Когда прошел час, а девушки не вернулись, Джилда начал волноваться. Его сестра отличалась пунктуальностью и всегда звонила домой, если опаздывала. Кто-то позвонил в дверной звонок. Это была Элиана. Они с Элизой разделились в церкви, и девушка предположила, что подруга вернулась домой без нее. Элиана была удивлена, что Элизы еще нет. Обеспокоенный Джилда прошел к центру города, высматривая сестру. Возле церкви было много людей, но Элизы среди них не оказалось. Когда в два часа дня Джилда и Элиза не приехали, остальные члены семьи вернулись в Потенцию, чтобы узнать, что происходит, и были шокированы новостью о том, что девушка пропала. Джилда попросила Элиану рассказать о точных передвижениях его сестры в то утро. Тогда девушка призналась, что была не до конца откровенной. Они не посещали службу. Это был повод, чтобы Элиза могла встретиться со своим знакомым, 21-летним студентом, учившимся на зубного техника, Данила Рестива. Хотя он происходил из уважаемой семьи, и его отец был директором местного отделения национальной библиотеки, парень не пользовался популярностью и часто становился предметом насмешек ровесников, особенно девушек. Элиза, будучи добрым и отзывчивым человеком, жалела парня. Впрочем, она четко давала ему понять, что между ними ничего не может быть. Но в тот день она все же согласилась встретиться с ним, потому что он настаивал на том, чтобы подарить ей подарок, чтобы поздравить с успешной сдачей экзаменов. Элиза и Данила договорились встретиться в церкви в 11.30, когда заканчивалась служба. Элиана ждала снаружи, где случайно натолкнулась на еще одну общую подругу. Девушки не видели, как Элиза вышла из церкви, но решили, что могли не заметить ее в толпе. Так как Данила был последним, кто видел его сестру, Джилда позвонил ему домой, требуя объяснений. Данила рассказал, что встреча длилась 15 минут, во время которых они сидели у алтаря и болтали. После этого девушка ушла из церкви, а Рестива остался помолиться, и это был последний раз, когда он ее видел. Когда через несколько часов Элиза не появилась дома, ее брат Лучиана пошел к Рестива, чтобы поговорить с ним лично. Данила явно нервничал и неохотно отвечал на вопросы. Лучиана заметил большой пластырь на его левой руке и спросил, что случилось. Тот пояснил, что споткнулся на стройке и порезал руку. Он еще раз повторил, что не знает, где девушка. Родные Элизы заявили об ее исчезновении в полицию и попросили допросить Рестива, но от их просьбы отмахнулись и предложили им вернуться домой и ждать, пока девушка объявится сама. Не зная, что еще можно предпринять, Джилда вернулся к церкви, но наткнулся на запертую дверь. Он договорился, чтобы его впустили внутрь и осмотрел все еще раз. За алтарем он заметил запертую дверь, ведущую к самому верхнему этажу церкви. Джилда попросила открыть и эту дверь, но ему ответили, что единственный человек, у которого есть ключ, это священник, который на несколько дней уехал на спа-курорт. Через несколько дней, когда девушки по-прежнему не было вестей, полиция все же поговорила с Данилой, и тот заявил, что Элиза была несчастлива дома и хотела сбежать в Неаполь, а он отговаривал ее от этой затеи. Он придерживался версии о том, что после краткого разговора она ушла из церкви, а он остался. Подарок для Элизы он не упоминал, зато сказал, что спросил ее совета касательно другой девушки, с которой хотел встречаться. После разговора он пошел домой через стройку, упал с недостроенного эскалатора и порезал руку. Детективы усомнились в правдивости слов Данила. Во-первых, он был на удивление точен в своих показаниях. Во-вторых, ничто не подтверждало, что Элиза хотела сбежать от любящей ее семьи. Наконец, было непонятно, как, упав со строящегося эскалатора головой вниз, парень всего лишь порезал руку и даже не разбил очки. Полиция посетила дом семьи Рестива, попросив показать одежду, в которой их сын был в тот день. Но отец Данила отказался сотрудничать, пока ему не покажут ордер. Полицейские ушли с пустыми руками и, уверенные, что Рестива что-то скрывает, проверили его имя по базе. Выяснилось, что у него уже были проблемы с законом в 14-летнем возрасте, когда он напал на других мальчиков, с которыми играл. И это было не все. Несколько месяцев назад три студентки, жившие возле его дома, обвинили парня в преследовании. Ему явно нравилось вселять в девушек чувство страха, когда он звонил им домой и рассказывал, во что они одеты, или просто проигрывал им жуткую музыку из фильма ужасов «Кроваво-красное». Также следователям сообщили, что у Данила была крайне странная привычка. Ему нравилось отрезать пряди волос незнакомок в общественном транспорте. Полиция слышала об этих инцидентах, но, к сожалению, не могла доказать, что за ними стоял Рестива. В то же время новость об исчезновении Лизы Клэпс распространилась по всей стране и семье постоянно звонили шутники, утверждавшие, что девушка у них и с ней все в порядке. Полиция отмела большинство из этих звонков, хотя несколько сообщений о том, что девушку видели в белом фиате Уна показались им заслуживающими внимания. Дело в том, что одна из подруг Лизы рассказала, что в тот день в центре города прогуливался еще один ее поклонник – 20-летний Эрис Гейго. Парень недавно приехал с семьей из Албании. Когда Эриса пригласили на допрос, он отрицал, что был у церкви и назвал полицией имена друзей, которые могли это подтвердить. Однако его друзья не только не подтвердили его слова, но и заявили, что он действительно был в центре города в день исчезновения девушки. Кроме того, он водил белый фиат Уна – такой же автомобиль, в котором якобы видели Элизу в день исчезновения несколько свидетелей, и один из них опознал Эриса как водителя той машины. Подозрения в причастности Эриса возросли, когда полиция нашла дневник Элизы. В нем не хватало нескольких страниц. Криминалисты смогли восстановить части тех страниц и обнаружили, что некоторые слова были написаны на албанском языке. Эриса допрашивали еще несколько раз, и каждый раз его история менялась. В какой-то момент он заявил, что Данила Рестива велел ему отрицать, что они знакомы. В конце концов, Эриса обвинили в даче ложных показаний. В декабре в полицию был сделан анонимный звонок. Звонившая девушка заявила, что якобы видела Элизу в Риме. Она была избита, и ее заставили сесть в белый фиат Уна. В конце разговора голос произнес «Пожалуйста, помогите ей и помогите мне». Запись звонка проанализировали, и результат оказался поразительным. Звонившей девушкой была Элиана. У следователя ее слова давно вызывали сомнения, потому что она часто меняла версию событий. Как и Эриса, ее обвинили в даче ложных показаний. Хотя полиция не могла полностью исключить вероятность того, что Элиза сбежала из дома, детективы постепенно приходили к выводу, что девушки нет в живых и виноват в этом Данила, который, возможно, принуждал других ее знакомых лгать полиции. Но ввиду отсутствия тела, они ничего не могли предъявить ему или другому подозреваемому, кроме обвинения в даче ложных показаний. Семья Клэпс, в свою очередь, была уверена, что репутацию убийцы и их дочери защищают влиятельные люди, включая приятелей отца Данила и священника церкви, где она пропала. Священник так и не позволил никому подняться в мансарду церкви и не разрешил оставить в здании коробку, куда все желающие могли анонимно положить записку со сведениями об Элизе, хотя все другие церкви с готовностью согласились на это. Он даже пытался отрицать, что вообще знал Данила, хотя это было быстро опровергнуто, потому что всплыла фотография, где они стоят рядом на 18-м дне рождения Данила. С учетом всех собранных фактов, Данила Растива все же арестовали в связи с дачей им ложных показаний. Его признали виновным и приговорили к 20 месяцам тюрьмы. После суда Джилда пришел в изумление от судебной системы, недоумевая, как можно признать кого-то виновным в даче ложных показаний и при этом не заставить его рассказать всю правду. Как бы то ни было, Данила отсидел половину срока и вышел на свободу. Больше полиция ничего не могла ему предъявить. Элиану и Эриса, судя виновными, лжесвидетельствия не признал, потому что они якобы давали ложные показания не для того, чтобы запутать следствие, а из-за опасений за собственную жизнь. На второй годовщине исчезновения Элизы в потенции циркулировали всевозможные слухи. Например, о том, что девушка находится в руках сицилийской мафии, что она была в тайных отношениях со священником или что ее продали работорговцы. Семью постоянно преследовали люди, которые требовали деньги за информацию о девушке. Но как бы им ни было сложно, родные Элизы всячески поддерживали интерес общественности к делу. Когда начал набирать популярность интернет, они создали сайт, где информировали обо всех новостях о деле. 23 апреля 1999 года на сайт пришло электронное письмо, якобы написанное самой Элизой. Она утверждала, что уехала из потенции и живет в Бразилии. Девушка просила прощения за то, что причинило боль семье, но писала, что была несчастна и должна была навсегда уехать. Она добавила, что это первое и последнее письмо, которое она напишет в семье. Филомена очень хотела верить, что ее дочь жива и счастлива. Но ее сыновья не были убеждены, зная, что сестра вышла из дома без денег и паспорта. Они наняли частного детектива, отследившего IP-адрес письма. Оказалось, что оно было отправлено не из Бразилии, а из интернет-кафе в потенции. Сотрудники кафе предоставили список всех посетителей в тот день. Как раз во время отправки письма в кафе находился Данила Растива. Родные Элизы сразу же проинформировали полицию и потребовали допросить Данила, будучи уверенными, что он придумал этот ход, чтобы убедить их отказаться от поисков девушки. Но им сказали, что активная фаза расследования была завершена и они ничего не могут сделать. В 2000 километрах севернее потенции находится Борнмут, курортный город, расположенный на южном побережье Великобритании. Утро вторника 12 ноября 2002 года для семьи Барнет из Борнмута началось как любое другое. 48-летняя Хизер Барнет отвезла детей, 11-летнюю Кейтлин и 14-летнего Терри в школу и вернулась домой после 8.30 утра. Женщина хотела, как всегда, выпить утреннюю чашечку чаю и приступить к работе. Она работала на дому, изготавливая на заказ шторы, наволочки и тому подобные вещи. У нее всегда было много заказов и тот день не стал исключением. Через несколько часов Терри и Кейтлин вернулись домой из школы. Незапертая входная дверь немного насторожила ребят. Кейтлин позвала маму, которая точно была дома, потому что ее машина стояла на подъездной дорожке и играла радио. Мама не отзывалась, а смотря все комнаты, кроме ванной, девочка позвала брата. По какой-то причине ей не хотелось заходить туда одной. Постучав и не получив ответа, дети толкнули дверь и она медленно распахнулась, открыв их глазам страшную картину. Их мать лежала на полу. Было очевидно, что она стала жертвой очень жестокого преступления. Терри позвонил в службу спасения и вывел кричащую сестру на улицу, чтобы подождать приезда скорой и полиции там. Пара, жившая напротив, как раз парковала машину у дома, когда они заметили двух детей в состоянии истерики. Они завели детей к себе, убедив их, что там они будут в безопасности. Приехавшая полиция обнаружила, что ничего не было украдено и не было признаков проникновения, а само преступление произошло сразу после того, как женщина отвезла детей в школу. На полу с помощью теста с люминолом были выявлены следы кроссовок, которые вели от ванной комнаты в мастерскую женщины, после чего просто исчезали на середине комнаты. Стало ясно, что убийца сменил грязную обувь на чистую пару, которую принес с собой, прежде чем вышел из дома. Волокна на теле женщины свидетельствовали о том, что преступник был в перчатках. Все вместе улики указывали на тщательно спланированное преступление. Убийца пришел со сменным комплектом обуви и одежды, а также перчатками. Но все же одну улику он оставил. За стулом мастерской лежала зеленая полотенце для рук с кровью Хизер на нем. Полотенце не принадлежало семье, и учитывая место, где оно было найдено, ему мог положить туда только убийца. Им он стер кровь с лица и рук, прежде чем переоделся. Но самыми интересными уликами стали локоны волос в обеих руках женщины. Сначала полиция решила, что она смогла вырвать прядь волос преступника. Но исследования криминалиста выявили кое-что неожиданное. Волосы были аккуратно отрезаны острым инструментом, и если прядь в одной руке была Хизер, то волосы в другой руке принадлежали другой женщине. Детектив поговорил с Кейтлин и Терри и выяснил, что за неделю до убийства пропали их запасные ключи от дома. Хизер сменила замки, но подозревала соседа, который недавно заходил к ней, чтобы заказать шторы для своей девушки. Это был тот самый сосед, который успокаивал ребят, итальянец, которого они знали под именем Дэнни. Данила Растива, которого соседи знали как Дэнни, переехал в Великобританию в мае 2002 года и поселился с итальянкой, с которой познакомился в интернете. Их дом был прямо напротив дома Хизер Барнетт. Полиция поговорила с Данила сразу после прибытия на место преступления, и он тут же сообщил им, что у него есть алиби на все утро. Мужчина заявил, что ездил на автобусе в компьютерный центр, где он посещал курсы. Полиция проверила его билет на автобус и журнал регистрации в центре. Слова мужчины полностью подтвердились. Однако, когда через пять дней офицер зашел к паре домой, чтобы взять их образцы ДНК и попросил показать пару обуви, которая была на Растива в день преступления, тот нехотя отвел детектива в ванную комнату, где его кроссовки мокли в ведре с отбеливателем, и объяснил, что так чистил их. Детектива это насторожило, и он конфисковал обувь, но кроссовки не совпали с отпечатками в доме Хизер. Кроме подозрительного способа чистить кроссовки, у полиции не было причин подозревать Данила Растива. Но они решили пробить его имя по базе и сделали поразительное открытие. Это был не первый раз, когда имя Растива оказалось связано с расследованием дела. Больше десяти лет назад он мог быть причастен к исчезновению юной итальянки Элизы Клэпс. Следователи проверили его алиби еще раз и выяснили, что оно не настолько надежное, как казалось. Его время регистрации в журнале компьютерного центра было изменено с 10.28 на 9.28, причем сделано это было довольно неаккуратно. И хотя у него был билет на автобус с указанным временем поездки, ничто не могло помешать ему просто выйти на следующей остановке и вернуться к дому Хизер. Больше того, уличные камеры наблюдения зафиксировали похожего на него мужчину, пересекающего дорогу у дома Хизер в 9.24. К сожалению, качество видео оставляло желать лучшего и не позволяло точно идентифицировать мужчину. Как бы то ни было, второй раз в жизни Данила стал главным подозреваемым в деле, но снова все доказательства против него были косвенными. Детективы связались с полицией потенцией, где им в частности сообщили о редком фетише Данила, любившем отрезать пряди волос незнакомых девушек, что лишь укрепило уверенность следователей Борнута в причастности мужчины к преступлению. В апреле 2004 года полиция установила за Данилой Растива слежку и быстро узнала о еще одной подозрительной привычке подозреваемого. Растива любил посещать удаленный парк возле Борнута, где из-за кустов следил за девушками, которые занимались бегом или выгуливали собак. 12 мая, несмотря на практически летнюю погоду, он находился в парке в двух комплектах одежды, включая непромокаемые штаны, в перчатках, солнцезащитных очках и закрыл лицо капюшоном своей толстовки. Мужчина вел себя настолько подозрительно, что полицейские испугались, что не успеют предотвратить еще одно убийство. Чтобы не выдавать слежку, к подозреваемому подошли несколько офицеров в форме, которые якобы расследовали кражи из машин в парке и попросили осмотреть его вещи. Полицейские нашли то, что они называют набором для убийства Растива – лыжную маску, ножницы, перчатки, влажные салфетки, мусорные пакеты и большой нож. Мужчина не растерялся и заявил, что нашел нож в траве и забрал, чтобы дети не поранились. А на вопрос, что он делает в парке, ответил, что собирал насекомых для своей домашней ящерицы. Даже полиции пришлось признать, что это было прекрасное объяснение того, почему он прятался в кустах парка, и детективам снова нечего было предъявить Данила. Решено было сменить тактику и обратиться за информацией к общественности. Следователи хотели найти владелицу волос, вложенных в руку Хизер. Они обратились к СМИ как Британии, так и Италии и получили множество звонков от девушек, которые рассказывали, что им отрезали волосы в транспорте. Причем инциденты в Британии начались в 2002 году, когда Рестива переехал в Борнмут. Все девушки предоставили образцы ДНК, но они не совпали с пряткой. На какое-то время расследование зашло в тупик, пока в 2007 году прядь не проанализировали повторно, на этот раз с помощью новой технологии, позволявшей установить, в какой точке мира жил владелец волос. Выяснилось, что волосы принадлежали девушке, жившей в Великобритании, но за два месяца до вынужденной стрижки она посетила Валенсию в Испании, а через несколько недель побывала в городе Тампа, штат Флорида. Полиция, воодушевленная такой подробной информацией, снова обратилась к общественности, но безрезультатно. Возможно, девушка просто не смотрела новости, но полиция опасается, что она стала жертвой предыдущего преступления убийцы. Несмотря на первую неудачу, наука все же помогла в этом деле. В 2009 году криминалисты повторно изучили зеленое полотенце из дома Хизер, так как технологии сильно продвинулись вперед и они надеялись узнать что-то новое. На этот раз эксперты смогли отделить кровь Хизер от пота и частичек кожи другого человека, и хотя нельзя было утверждать на 100% точно, что это была ДНК Данила Рестива, эксперт заявил, что существует только один шанс на 57 тысяч, что она принадлежит кому-то другому. Кроссовки Рестива тоже изучили с помощью более современных методик и внутри на стельке были обнаружены следы крови. То есть, кровь была на носках Рестива, когда он обулся. Это подтверждало первую версию детективов о том, что преступник принес с собой сменную пару обуви. К сожалению, отбеливатель сделал анализ ДНК совершенно невозможным и опять-таки нельзя было связать Данила с гибелью Хизер. Рестива знал, какие улики он может оставить, поэтому он знал, что нужно сменить одежду, надеть перчатки, использовать отбеливатель для удаления пятен крови. Он знал о вещах, которые могли связать его с местом преступления и делал все, чтобы помешать этому. Он был подготовлен, у него был план и он действовал в соответствии с ним. К счастью, полиция сможет обвинить Рестива в убийстве Хизер, но не раньше, чем в Италии будет сделана страшная находка. 17 марта 2010 года случилось кое-что неожиданное. В потенции рабочие ремонтировали местную церковь, где когда-то пропала Элиза. Священник умер два года назад и больше не оберегал дверь за алтарем. Двое рабочих прошли наверх. Один из них начал искать повреждения в крыше, освещая себе путь фонарем, когда заметил что-то лежащее в углу комнаты за строительным мусором. В ужасе он осознал, что смотрит на тело. Девушку опознали по обуви, очкам и часам, которые находились на ее теле. Элиза Клэпс была найдена в той самой церкви, где и пропала 17 лет назад. Как позже определит судмедэксперт, она умерла в день исчезновения, затем ее тело оттащили и спали. На теле были найдены следы насилия, но наиболее инкриминирующими уликами были разные пряди волос в ее руках и еще несколько рядом с телом. Образец чужой ДНК на теле девушки был отправлен на анализ профессору в Рим. Однако он имел отношение к церкви, где произошло преступление и провел исследование, мягко говоря, небрежно. Он заявил, что ДНК не имеет отношения к Даниле Растива. Но когда следователь решил перепроверить этот вывод и отправил образец ДНК в другую лабораторию, тот совпал с ДНК Растива. Профессора отстранили от работы на 18 месяцев, а Растива наконец был арестован 19 мая 2010 года. 30 июня 2011 года после пяти часов раздумий присяжные вынесли вердикт, признав Данила виновным в убийстве Хизер. Он был приговорен к пожизненному заключению. Но выиграл апелляцию и суд изменил меру наказания, приговорив его к минимум 40 годам тюрьмы. 11 ноября 2011 года в отсутствии обвиняемого Растива был приговорен к 30 годам тюрьмы за убийство Элизы Клэпс. Учитывая очевидную тягу Данила Растива к убийствам, следователи считают важным изучить его связь с другими нераскрытыми преступлениями в Британии или Италии. Наиболее вероятной считается его причастность к гибели 27-летней студентки из Северной Кореи, которая в Борнмуте изучала английский язык. 12 июля 2002 года, за два месяца до убийства Хизер, девушка, которую все звали Оки, шла домой после вечера, проведенного с друзьями. Она была буквально в трех кварталах от дома Растива, когда неизвестный нанес ей смертельное ранение. Девушка отпугнула его, закричав, и успела сообщить медикам, что напавший на нее мужчина был в лыжной маске. За это преступление с третьей попытки осудили другого мужчину, однако его осудили только благодаря женщине-информатору, которая уже давала ложные показания в прошлом и нередко находилась в состоянии опьянения. Ее история была полна противоречий, и она даже не упомянула лыжную маску на убийце. Пользу версии о причастности Растива говорит внешнее сходство девушек, тот факт, что преступление произошло 12 числа, равно как убийство Элизы, Хизер и даже посещение Данила парка, когда при нем нашли его набор для убийства, что говорит о важности для него этой даты. Рана на теле Оки совпадает с длиной ножа, найденного у Данила в парке. Также на тротуаре возле Оки лежали разные пряди волос, впрочем, рядом находилась парикмахерская, поэтому нельзя было точно судить об их происхождении. С точки зрения закона, дело Оки считается закрытым, а Данила и Растива были официально предъявлены обвинения в двух убийствах, но следователи уверены, что жертв может быть больше. Тогда как тело Элизы было тщательно спрятано, Хизер бессердечно выставили на обозрение так, чтобы ее нашли ее собственные дети. Как утверждают эксперты, на лицо эволюции, преступника, которое свидетельствует о том, что самостоятельно он остановиться не мог.